Вот на таком чуде техники челябинцы скоро смогут ежедневно совершать поездки. Быстрый и комфортный рыжик, как ласково окрестили его в народе, скоро пополнит городской автопарк. Глава администрации Челябинска дал добро на приобретение узкотавской новинки стоимостью 18 миллионов. Еще 10 трамваев буквально слепят заново из старого фонда. «Электрический транспорт очень сильно постарел у нас в городе. Больше 300 трамваев у нас, средний возраст которых больше 25 лет, 26,5 лет. Поэтому в 2011 году начата программа модернизации трамваев. Она продолжается в зависимости от финансирования. Она то разгорается с новой силой, то немножко затухает, но не останавливается. На сегодняшний день на улицах города 20 модернизированных трамваев». Это знакомый всем трамвай до модернизации. Обшивка вагона, салон, механизм управления технически и морально устарели. Все удаляется до самого каркаса, металл защищают от коррозии. Трамвай получает новый кузов, современную транзисторную тягу, плюс комфортные сиденья, электронное табло и даже телевизор в салоне. Такой транспорт гораздо более теплый, безопасный и экономичный. «Почти новый трамвай – 4 миллиона. Сегодня на Усть-Катаве покупать 20 миллионов надо. То есть, если деньги есть, я понимаю, я не обижаю Усть-Катавский завод, но ведь за 4 миллиона можно 5, то есть за 20 миллионов можно 5 трамваев сделать с новой энергоэффективной технологией и так далее. Но время такое, когда надо считать деньги». Без трамвая в городу не жить, уверен глава. А вот с троллейбусами ситуация несколько иная. В прошлом году их тоже коснулась модернизация. Были созданы электробусы, способные доставить пассажиров в отдаленные районы – Парковый и Чурилово. Туда, где не было и нет троллейбусных сетей. «У нас 4 уже таких троллейбуса бегает. Основное их отличие в том, что у них автономный ход до 30 километров. Они могут двигаться без контактной сети. Показали себя они очень положительно, причем со странным таким нюансом, что чем дольше работают, тем лучше работают». Тем не менее, новых электробусов пока не предвидится. Более того, привычная схема движения троллейбусов вскоре будет пересмотрена. Рогатый электротранспорт останется лишь на стратегически важных местах. Там же, где маршрут совпадает с автобусами, предпочтение отдадут последним.